День с толком В студии Андрей Дриер Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске Две частные клиники ведут рекламные сражения Прямо перед психоневрологическим диспансером Это опасно для подростков, пациентов и самих бизнесменов Возрождение изумрудного вот-вот начнется Если этому не помешает очередное выяснение отношений Он освободил автоинспекторов мира Сегодня отмечают день светофора Режим повышенной готовности из-за мусора Сегодня такой ввели в Рубцовске Решение было принято на заседании городской комиссии А поводом послужили многочисленные звонки жителей на телефон 112 С жалобами на уборку контейнерных площадок Режим повышенной готовности пришлось ввести из-за риска возникновения эпидемий Мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман на заседании подчеркнул Управляющим компаниям следует проявить сознательность и складировать отходы только в тех местах, которые для этого предусмотрены Результаты уборки или бездействия ответственных было предложено фиксировать на видео или фото Чтобы мусорную угрозу ликвидировать быстрее, было решено направить на уборку технику муниципального предприятия автоспецтехника Приближаемся к 10 тысячам За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировали 94 новых случая заражения COVID-19 Таким образом, начиная с марта, в регионе выявили уже 9622 зараженных жителя По-прежнему в антирейтинге Барнаул заболевших 59 за сутки В ковидных больницах сейчас находится 885 пациентов Проходят лечения на дому 895 Добавим, за сутки в регионе скончались 4 человека и 2 из них с диагнозом коронавирус На развитие промышленных предприятий региона, на которых также не могла не отразиться ситуация с пандемией Необходимо привлечь дополнительные средства Накануне на совещании в правительстве к этому призвал губернатор Виктор Томенко Подробнее об этом в следующем сюжете Одна из форм поддержки – предоставление предприятиям льготных займов За счет средств Федерального фонда развития промышленности и фонда развития Алтайского края Рассказал министр Вячеслав Химочка По его словам, фонд развития региона пополнился на 101 миллион рублей И таким образом появилась возможность поддержать ряд инвестиционных проектов предприятий В числе предприятий, которые со стороны нашего министерства будут пользоваться этой поддержкой Это СИП-прибор МАШ, также бийское предприятие на приобретение оборудования Они планируют средства направить для того, чтобы увеличить выпуск и объемы продукции Губернатор отметил, что средства на поддержку предприятий нужно стараться привлекать из различных источников К тому же, напомнил он, президент страны поставил задачу перед регионами к 2021 году восстановить рынок труда Эта задача очень непростая, поэтому над ней надо будет серьезно работать И в этой связи дополнительные разные источники, не только средства наших предприятий Не только средства финансового рынка, но и задействование федеральных институтов поддержки и развития инвестиционной деятельности, бизнеса Надо обязательно нам активизировать Следственный комитет края возбудил уголовное дело по факту пожара на турбазе в Алтайском районе Напомним, возгорание в комплексе «Горное солнце» произошло в ночь с 30 на 31 июля В результате двое мужчин получили ожоги, еще двое – мужчина и женщина травмы Чтобы спастись, им пришлось прыгать с третьего этажа здания В итоге пострадавшие отправились в больницу По факту пожара на турбазе следователи возбудили уголовное дело за оказание услуг, не соответствующих безопасности жизни и здоровья потребителей В настоящее время следователи выясняют обстоятельства и причины пожара проводятся необходимые следственные действия Расследование уголовного дела продолжается Две барнольские семьи с детьми, среди которых есть и новорожденные, разом остались без крова Накануне вечером в поселке Ганьба случился мощный пожар Он возник из-за неосторожного обращения с электроприборами, но роковую роль сыграл порывистый ветер Слово Никите Ермакову Вспыхнули словно спички, делятся впечатлениями очевидцы Огонь мгновенно охватил частные постройки Охватил в объятия сначала один дом, потом перекинулся на соседний Все произошло так быстро, говорят свидетели ЧП, что не было даже малейшего шанса на спасение имущества Алексей рассказывает, проходил мимо, увидел дым, решил сразу же обесточить дома Я увидел дым из-под крыши Прибежал сюда, выключил автоматы на столбе Ну и побежал к жене, чтобы вызывала пожарную машину Ну и соседей давай звать До приезда пожарных жители пытались справиться с огнем самостоятельно Но тщетно, дома прогорели полностью Обвалилась крыша, уничтожены и придомовые постройки На борьбу с огнем бросили 10 бригад пожарных А это больше 40 человек Но даже такая армия бойцов потушить пожар смогла не сразу На ее ликвидацию ушло не меньше 40 минут Осложнялась удаленность водоисточников, а также порывистым ветром Был организован подвоз воздух На тушение пожара было подано 5 стволов, проложена одна магистральная линия В связи с установившейся жаркой и ветреной погодой Рекомендуется воздержаться от разведения огня и проведения огневых работ Так как в случае возникновения пожара огонь быстро распространяется на большую площадь Без крыши над головой, документов и каких-либо вещей остались две семьи В том числе двое детей, один из них младенец Погорельцы временно разместились у родственников Возможно, им понадобится маневренное жилье Администрация научного городка обещает озадачиться этим вопросом Местный центр социального обслуживания населения уже начал сбор вещей первой необходимости Также любой желающий может помочь лишившимся крова финансово Перечисляйте деньги по номерам телефонов, которые на ваших экранах Никита Ермаков, День с толком Шестилетний ребенок выпал из окна многоэтажного дома в Барнауле Девочка осталась без присмотра взрослых всего на 5 минут За это время она успела залезть на подоконник и опереться на москитную сетку, которая ее не выдержала В итоге ребенок выпал из окна пятого этажа Девочку доставили в больницу с травмами разной степени тяжести Добавим, это далеко не первый подобный инцидент за лето Только за последний месяц в крае зафиксировали больше 10 случаев, когда дети пыва выпадают из окон Несколько таких ситуаций произошло в Бийске, Барнауле и Рубцовске По каждой из них следственные органы проводят расследования Правоохранители призывают граждан быть бдительнее и использовать заградительные барьеры Либо специальные защитные устройства на окнах Они также напоминают о необходимости не оставлять детей без присмотра даже на минуту Двое детей со спинально-мышечной атрофией не получают положенное им по закону лечения Барнольская семья выиграла несколько судов у Краевого Минздрава По их решениям, ведомство обязано предоставить семье дорогостоящие препараты Но ожидание длится больше месяца и неизвестно, сколько еще продлится Почему, знает Дарья Идемиллер Давай немножко Пойдем Потопай Ну не подкидывай, потопай Маша, ну пошли Пойдем Маруся Иценко больше не может ходить сама Разучилась, не успев толком научиться Сейчас девочке два года Первые симптомы спинально-мышечной атрофии стали появляться в 11 месяцев Это спасло ее 17-летнего брата Если бы Маша у нас не родилась И не родилась именно с этим заболеванием У нас умер бы старший ребенок без лечения То есть мы просто бы наблюдали за этим Старшему сыну ставили неверный диагноз В этом году медицинская комиссия подтвердила их заболевание Прошел суд Теперь для Маши и Даниила должны закупать дорогостоящий препарат Спинраза Но даже после решения суда о немедленном исполнении предписания Месяц назад Ничего с мертвой точки не сдвинулось Нам один врач сказал, что в общем-то да, лечение и есть Но не ждите, что вам его даже в назначении пропишут Потому что препарат дорогостоящий Если бы он стоил 3 копейки Не было бы вообще разговора об этом тогда А так, в общем-то, очень сложно И чем вы больше шума поднимете, тем больше вероятность, что вы каким-то образом получите лечение До прошлого года лекарства от спинально-мышечной атрофии не существовало Сейчас есть, по крайней мере, два препарата, которые могут повлиять на поломку в гене Из-за нее мышцы Маши перестают работать Немножко толкнешь, она, видите, все, замаливается она Мама Маруси, Людмила, не может отвлечься и на секунду Девочка с трудом даже сидит И с каждым днем ее состояние ухудшается В Крывом Минздраве говорят, что проблема решится только с передачей ответственности за таких больных в Федерации Произойдет это не раньше, чем в следующем году Мы бьемся, пишем везде уже, всем депутатам В Москву, президенту на сайт От президента идет в Минздрав, переправляют Российской Федерации Минздрав Российской Федерации переправляют В наш Минздрав Алтайского края Ну, а они очередную отписку Теперь они не могут писать, что не положен нам Теперь они пишут, что это дорогостоящий препарат Поэтому, как только поступят откуда-то финансирование Тогда, или из Минфина, или из других источников Тогда они нам закупят Поэтому, пока родители Маруси решили собирать средства своими силами Уже удалось скопить около миллиона рублей Необходимо свыше 30 Нужно успеть, пока есть шанс Если мы поможем, Маруся сможет ходить Реквизиты на экране Дарья Демиллер, Андрей Печеркин, День с толком Признаков халатного отношения к обязанностям не обнаружено Таков итог проверки следователей В отношении сотрудников администрации города И Центрального района Барнаула Чиновников проверяли из-за перебоев с водой В поселке Сибирская долина Напомним, об этой ситуации мы рассказывали в июне Жители поселка тогда даже перекрывали Изминогорский тракт Чтобы власти, наконец, обратили внимание на их проблемы Следователи заинтересовались материалами Которые вышли не только в нашем выпуске И провели проверку, в ходе которой установили Должностные лица вели работу по внесению водопроводных сетей микрорайона В перечень безхозяйного имущества Чтобы в дальнейшем оформить их в муниципальную собственность Возбуждать уголовное дело не стали Из-за отсутствия состава преступления Как сообщили нам в Следственном комитете Теперь решать проблемы поселка Необходимо в гражданско-правовой плоскости В центре Барнаула развернулся неистовый конфликт Между двумя частными медицинскими клиниками Причина – борьба за потенциальных клиентов Им довольно навязчиво предлагают визитки с услугами этих центров Вот только рекламная война идет прямо у крыльца психоневрологического диспансера Подробнее об этом далее Рупоры, щиты, накидки, флайеры На рекламной передовой дети и подростки Которые работают прямо у дверей психоневрологического диспансера Это возмущает неравнодушных горожан Здесь принимают людей, которые, соответственно, с заболеваниями В связи с этим дети могут подвергать себе опасности Потому что может быть какой-то агрессивный любой больной человек Они могут к нему случайно подойти и подвергнуть себя этим опасности Но это, похоже, не волнует их работодателей Две частные клиники А те, кого волнуют, лишь раздражают владельцев медцентров Об этом они заявляют открыто А сколько вам заплатили за такую информацию? Мне? Да, вам сколько заплатили за такую информацию? Мне сколько не заплатили за эту информацию А откуда такое беспокойство? Когда приходит конкурирующая фирма Те же дети, только меньше роста, меньше возраста Здесь же ходят Здесь же ходят Они также подвергают себе опасности Правда Понимаете? Собеседница назвала себя администратором клиники Диалмед Которая и нанимает детей С Еленой поспорила, а с нами говорить отказалась Людей, дураков нет, понимаете? Дураков в России нет Если вы свою точку зрения не выскажете Не будет картина полноценной Я не разговариваю с подлыми людьми, понимаете? А нам было с кем поговорить По законам драматургии появились и новые действующие лица И новый конфликт вокруг предыдущего Представитель клиники конкурента уверяет Диалмед не просто проводит агрессивную рекламу Но буквально давит на промоутеров клиники Витамед И защита нужна совсем не подросткам Здесь работала моя мама Ей два раза в лицо брызгал человек На это тоже писали заявление А вчера на меня вот перед въездом в ихнюю территорию Был совершен наезд автомобилем Меня ударили бампером вот в ногу Я написал как бы заявление В клинике нам показались записи с телефонов и камер видеонаблюдения Здесь, к примеру, видно, как промоутера одной клиники Окружила компания подростков, нанятых конкурентами Были и угрозы Представители Витамед поделились и такой записью Этими угрозами, надеемся, займутся правоохранительные органы А в чьих руках безопасность детей, которые рекламируют обе клиники Вопрос уже к взрослым Что рекламируете? Справки А вам есть 18 лет? Нет А вы не боитесь, тут же психические больные ходят за свое здоровье? Не боюсь Ну никаких случаев еще не было? Нет Хотя, по словам врачей, буквально вчера Одна из пациенток-диспансера чуть не сорвалась на подростков Но вот еще вопрос Кому агрессивный маркетинг вредит больше? Детям или пациентам? Прямо сюда, на площадь рекламных войн Выходят окна дневного стационара псих-диспансера Там сейчас лежат люди после транквилизаторов Им нужно поспать, отдохнуть Но покоя они не знают Зато благодаря рупору знают о новых акциях Окна выходят, здесь идет прием Представляете, вот он сейчас рекламу свою озвучивает Мешает моим докторам Окна открыты, лето, жарко Ну то есть, очень сложно стало работать Подростки абсолютно неуправляемые То есть, грубые, невоспитанные Могут здесь устроить между собой Какие-то вот перепалку Кричат Либо они цензурно выражаются Заведующая главврача-диспансера подтверждает Навязчивые дети могут спровоцировать человека с психическим расстройством И что еще важно Пациентов путают флайеры, которые раздают на пороге диспансера Им кажется, что справку на ношение оружия, несмотря на диагноз, дадут именно здесь Получается, на военном фронте двух конкурирующих частных клиник Страдает еще и репутация больницы государственной Андрей Дриер, Илья Халяпин День с толком Споры только уже имущественного характера продолжаются вокруг Барнаульского парка Изумрудный До конца недели здесь должны стартовать первые полноценные работы по благоустройству территории По программе «Комфортная городская среда» начнется укладка велобеговой дорожки с освещением Но параллельно с обновлением парка идет имущественная дележка Между прошлым и действующим управляющими Может ли она как-то сказаться на возрождении народного места отдыха, выяснял Илья Кочетков Входная группа с колоннами со стороны проспекта Комсомольского Знаменитые, ставшие с годами символом парка мостовые переходы через Чашу пруда Для многих поколений барнаульцев эти объекты не просто знакомые, они родные А для заслуженного учителя, директора 40-й гимназии Александра Овсеевского Это часть личной истории Мосты проектировал его отец, будучи работником Меланжевого Когда пошли слухи, что им угрожает опасность, Овсеевский сильно встревожился Когда я услышал о том, что их хотят демонтировать и сдать на металлолом Меня, в общем-то, возмутила сама постановка вопроса Овсеевский написал письмо управляющему парка Владиславу Вакаеву с требованием разобраться Последний рассказывает, слухи начались с начала работ по демонтажу старых аттракционов Их убрал предыдущий арендатор, предприниматель Павел Тулин Он сделал это в ответ на претензию Вакаева, руководителя фонда имущества края Сегодняшнего управляющего парка Старые механизмы, по мнению Владислава, были потенциально опасны и мешали реконструкции парка И вот пошли разговоры и про мосты, так как последние находятся в частной собственности Один из арендаторов утверждает, что они принадлежат ему, потому что он купил их у кого-то Хотя эти мосты не приватизировались, они не передавались кому-либо в собственность Поэтому они являются неотъемлемой частью парка И отсюда возникает такая коллизия И есть угроза, что эти мосты, человек, который считает их своей собственностью С чем мы, конечно же, не согласны Может попытаться демонтировать Один из арендаторов – это сам Павел Тулин А также лица, связанные с ним в юридической плоскости Вопросы, что кому принадлежит, порой довольно запутаны Мы прямо спросили Тулина, снесет он мосты или нет Бизнесмен заверил, что делать этого не собирается Это история парка, что в данном случае вопрос стоит, скорее всего, даже о каких-то традициях Поэтому мы один раз уже нарушили традиции, построив на кладбище парк Ну зачем продолжать эту историю? Бизнесмен не скрывает Ряд объектов парка и правда принадлежит частным лицам Это те самые мосты, входная группа с забором и гараж-мастерская Как такое стало возможным? Несколько лет назад часть паркового имущества сначала перешла в руки акционеров А затем была продана лицам, связанным с самим Тулиным Он уверяет, все было по закону Документы, если дойдет до суда, готов предоставить Но надеется, что суда не будет Так как это, по его мнению, может завести развитие парка в тупик В этом коллизии это и заключается правовая, понимаете? Мы, безусловно, далеки от мысли, что это все нужно уничтожать и сносить Но нас подводят к этому вопросу Ну, вынесет решение судебная инстанция, что это действительно принадлежит неким компаниям Которые сегодня не имеют права на земельный участок И что делать? Патовая ситуация В любом случае, это переговоры И мы предложили господину Вакаеву переговоры Но мирных переговоров пока не получается Похоже, ситуация переходит в судебную плоскость Так, уже на следующей неделе пройдет очередное заседание по сносу другого объекта Бассейна, построенного уже самим Тулиным Бизнесмен хочет сохранить его хотя бы на пару лет И окупить его постройку Вакаев настаивает, надо убрать Остается надеяться, что судебная тяжба не затянет процесс восстановления парка Илья Кочетков, Андрей Печоркин, Алексей Фризин, Илья Халяпин Их больше, чем полторы сотни С подсветкой, экологичные, суперумные Все это о светофорах Барнаула Отдельный материал мы решили посвятить трехглазому в его праздник День светофора Далее слово Софии Яценко В этот день, более ста лет назад, был установлен первый электрический светофор Изначально он подавал сигналы только зеленого и красного цвета Желтый добавился чуть позже А на сегодняшний день уже есть умные светофоры с собственным интеллектом Этим зеленым кружочком на мониторе обозначен перекресток Где установлен как раз один из таких умных светофоров А это все остальные, с интеллектом попроще За исправностью каждого внимательно следят в диспетчерском пункте Его сотрудник периодически регулирует продолжительность сигналов светофоров Для предотвращения сильных пробок На сегодняшний день в Барнауле 166 трехглазых объектов Скоро их станет больше В ближайшую, наверное, неделю уже будет введены в эксплуатацию еще два светофорных объекта Это проспект строителей улица Деповская и Максима Горького Никитина Кроме того, новый светофор со светодиодной подсветкой Появится на пересечении из Миногорска и Белинского Сейчас такой есть только на пересечении 280-летия Барнаула и Попова Но несмотря на кажущееся обилие светофоров Жители города считают, что их недостаточно Не хватает светофоров, знаете, пересечения Попова и Антона Петрова Вот когда думают, что это кольцо, это на самом деле прямая дорога по Попово идет И очень часто, особенно когда с работы возвращаются на этом промежутке пробки На энтузиастов и Ленинградская, там школьники переходят, а машины едут, и никто ничего не останавливает На пешеходных зонах не везде, так прям конкретно адреса не могу сказать То есть нужны светофоры на пешеходах? Ну есть опасные участки К слову, на одном из участков установлен эко-светофор на солнечной батарее Именно такие сегодня одни из самых востребованных в России и в мире Но в Барнауле выясняется, их не станет больше По словам специалистов, солнцелюбивые часто выходят из строя в зимнее время Но при этом они весьма дорогостоящие В среднем же стоимость одного светофора вместе с установкой достигает полутора миллионов рублей София Яценко, Алексей Фризин, День с толком А на этом у меня все. Через несколько секунд о погоде Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи!